Если Центральный банк Китая печатает юани для поддержания низкого курса относительно иностранных валют, особенно относительно доллара, то может возникнуть вопрос, создает ли это инфляцию. Говоря об инфляции, я имею в виду рост цен. Делает ли это более дорогую потребительскую корзину в Китае? Второе значение слова «инфляция» может подразумевать денежную инфляцию. Это однозначно происходит. Они однозначно увеличивают денежную массу, но приводит ли это к росту цен на товары и услуги в Китае? Чтобы ответить на этот вопрос, процитирую статью Кита Братшера из «Нью-Йорк Таймс», опубликованную в начале января 2011 года. Он пишет, потребительские цены в Китае в ноябре повысились на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. Обращаю внимание, что в США правительство стремится удержать инфляцию в пределах 1-3%. Это официальные данные. Согласно официальным данным правительства, уровень инфляции составляет 5,1%. Следующая фраза еще интереснее. По мнению многих экономистов, официальные цифры занижают уровень инфляции, который фактически может быть вдвое выше. Существует множество способов рассчитать уровень инфляции в зависимости от того, что включается в товарную корзину и как ведется расчет. Есть мнение, что политика дешевой валюты приближается к пределу. Излишек Жэньминьби — это вечный источник путаницы в разговоре о китайской валюте. Жэньминьби — официальное наименование валюты, а юань — то, что называется суммами. Например, вот тебе 5 юаней, ты должен мне 5 юаней и так далее. Не говорят, ты должен мне 5 Жэньминьби. Хорошая аналогия, то, как в Великобритании говорят, например, это стоит 5 фунтов. В Великобритании цены реально называют в фунтах, но официальное название валюты — фунт стерлингов. Как если бы в США кто-нибудь попробовал назвать доллар платежным средством. Это примерно эквивалент слова Жэньминьби, а слово юань употребляется подобно слову доллар. Или фунт, в отличие от фунта стерлингов. Итак, говоря о денежной массе, употребляют слово «Жэньминьби». Жэньминьби. И излишек Жэньминьби приводит к росту инфляции. Это начинает подрывать ценовую конкурентноспособность экспортеров. Так же, как ее подорвал бы сильный юань без правительственного вмешательства. Итак, они печатают деньги для поддержания низкого курса, но это приводит к увеличению цен в юанях. Таким образом, это начинает работать против политики слабой валюты, делая экспортные товары дороже. Данные по денежной массе за декабрь, опубликованные Центральным банком во вторник, показали, что суммы наличных и на банковских счетах растут вдвое быстрее, чем даже стремительно растущий ВВП Китая. Итак, если увеличивать денежную массу примерно в соответствии с экономическим ростом, инфляция не будет слишком велика. Но здесь она увеличивается вдвое быстрее. Все больше женьминьби доступна для покупки товаров и услуг. Очевидно, что это делается в попытке занизить курс своей валюты, но здесь есть предел, дальше которого не получится продолжать эту политику столь агрессивно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok